Турки через подконтрольные им силы пресекли беспечное поведение российской авиации в небе над Сирией, сбив штурмовик Су-25. У них есть все основания для этого шага, ведь Кремль без каких-либо угрызений совести проводит активные боевые действия в тех регионах, которые сам определил зонами деэскалации. Россия системно разрушает режим перемирия в Сирии и втягивает Анкару в новое кровавое противостояние, за что непременно поплатится. Бомбежки во имя мира – новая старая роль ВКС в Сирии. Суббота 3 февраля 2018 года стала очередным черным днем для российских ВКС в Сирии. В сирийской провинции Идлиб возле села Маасран, район города Сиракаб, боевиками был сбит российский штурмовик Су-25. Российская Минобороны, возможно, долго бы отмалчивалась о данном инциденте, если бы протурецкая группировка «Джейш-Ан-Наср» оперативно не разместила видео с падающим горящим самолетом. Как выяснилось позже, летчик, хотя и смог катапультироваться, тем не менее погиб уже на земле при столкновении с боевиками. Так недружелюбно продолжает принимать сирийская земля остатки российских войск, ведущих войну не столько с террористами ИГИЛ, сколько с сирийским населением в регионах, не желающих возвращаться под контроль режима Асада. Что лишний раз демонстрирует, насколько далека от реальности картинка о завершении гражданской войны в стране и начале построения новой Сирии, озвученная Кремлем. Как известно, еще в декабре прошлого года президент Путин объявил о победоносном шествии российского оружия на сирийской земле. Выступая во время краткого заезда на базу Хмимим, он тогда подчеркнул, что российские военные выполнили свою задачу блестяще и с победой возвращаются к родным очагам, показав свою растущую мощь и боеспособность. Здесь важно отметить, что, как отмечает российское военное ведомство, после осуществления огромного количества боевых вылетов и нанесения такого же количества боевых ударов, ВКС не понесли ощутимых потерь именно со стороны боевиков. Хотя, как известно, в ноябре 2015 года турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24, а еще три истребителя были выведены из строя по причинам банальной халатности самих российских военных. Еще, конечно, были потери в вертолетах и БПЛА, но это, как говорится, уже частности, о которых не стоит вспоминать, ведь главное, что борьба с террористами из ИГИЛ велась эффективно. Конечно, и здесь не обошлось без нестыковок, ведь у террористов в руках, оказывается, по версии россиян, было высокотехнологическое химическое оружие, по крайней мере, на складах в Дейр-Эс-Зоре, а вот ПЗРК они как-то за долгие четыре года войны, на удивление, так и не разжились. А сейчас такое оружие у повстанцев, противостоящих ВКС, есть в наличии, и подсобить им в этом деле могли как раз гаранты перемирия или какие-то провалы самих россиян в их теневых схемах с поставками оружия воюющим сторонам в Сирии. И здесь важно указать, что теперь угрозу россиянам несут не столько боевики, сколько заклятые союзники в лице Турции и Ирана, которые мечтают о том, как бы поскорее выдавить Россию из Сирии, и каждый из них со своим подтекстом. О чем свидетельствуют новогодние нападения на российские базы Хмимим и Тартус. Это своего рода тоже привет Кремлю от союзников по тройке, чтобы не забывал свое место. Но на россиян, похоже, это мало действует. Москва не хочет отдавать режим Асада полностью под влияние Тегерана. А с другой стороны, в контексте Анкары, силы правительственной сирийской армии и их иранские союзники продолжают при поддержке ВКС РФ теснить протурецких повстанцев сирийской свободной армии Ведлибе. МИД Турции заявлял протесты послам РФ и Ирана, а министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушоглу четко дал понять, что Москва и Тегеран должны держать свое слово и не допускать наступательных операций асадовцев. Но этого они не делали. И более того, Кремль всячески содействует этому. В итоге, в январе под контроль сирийского режима перешли семь селений в округе Санджар, что на юго-востоке Идлиба. Позже был взят аэропорт Абудухур. В последние дни появились данные, что силы Асада отвоевали еще города Джизрая, Тельтукан, Тальмамуа, Кафр-Хадад, Альматах, Рувайда и Замар, а также Хил и Руиду. При этом операция была начата синхронно с проведением турками операции «Оливковая ветвь» в Африне. Но, как видим, формат участия ВКС РФ в этих боевых действиях совсем не согласовывался с турками, за что они решили наказать взорвавшихся россиян и в буквальном смысле вернуть их на грешную землю. И тут мы вернемся к разбору ситуации со сбитым российским штурмовиком. Падение российского грача. Инцидент со сбитым российским Су-25 произошел в районе города Сиракаб, а данный населенный пункт находится под контролем повстанцев, поддерживаемых Турцией. Хотя российская пропаганда трубит о том, что здесь повсюду действуют боевики Джабхат-Ан-Нусра, более известной сейчас как Хаят-Тахрир-Аш-Шам. По сообщениям арабских источников, российские ВКС целую неделю беспощадно утюжили Сиракаб и окружающие его поселения, но местные повстанцы так ничем не могли ответить российским налетчикам. Как раз с этого момента и следует начать. Какое же боевое задание пилот Су-25, российский военный из Приморья Роман Филиппов, выполнял над Идлибом? Российское командование здесь выразилось крайне лаконично. Су-25 выполнял облет зоны деэскалации для контроля режима прекращения огня. Но данная формулировка вызывает очень большие сомнения. Для начала важно указать, что, как сообщило российское издание «Комсомольская правда», в авиационном училище Краснодара, из которого Филиппов выпустился в 2006 году, его считали просто асом. Он стал боевым офицером, его имя было на слуху в авиационных кругах, пилот – настоящий ас, мастер своего дела, подтвердили в авиационном полку. Само по себе, только это говорит о том, что его миссия вряд ли могла ограничиваться лишь банальным мониторингом. К тому же, сама спецификация штурмовика Су-25, известного после испытаний в Афгане, как «Грач», говорит сама за себя. Бронированный дозвуковой военный самолет, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Использовать его для наблюдения просто глупо. К тому же, армия РФ располагает значительным арсеналом средств разведки и наблюдения за обстановкой на Земле. Это и самолеты-разведчики Ил-20 и Ил-22. Их было видно на спутниковых снимках авиабазы «Хмимим» еще в конце ноября 2017 года. Есть у россиян и беспилотники, как «Орлан-10». Есть и более серьезные аппараты. Например, в январе текущего года в той же провинции Идлиб боевики из Нураддин-Анзинки сбили БПЛА «Форпост» – самый сложный и мощный беспилотник, состоящий на вооружении России. Выходит, наблюдательных средств у России в Сирии более чем достаточно. А вот Су-25 наносят удары по противникам Асада, в том числе и по гражданской инфраструктуре. На одном из видео, на которых запечатлен момент попадания ракеты в Су-25, видно, что буквально за 20 секунд до этого российский самолет выпускал неуправляемые авиационные ракеты, так называемые «нары». В общем, герой РФ Филиппов попросту бомбил сирийские города Ведлибе, подконтрольные протурецким силам. На этом стоит поставить точку. Следующие важнейшие вопросы вокруг инцидента Су-25 состоят в том, какая группировка и каким вооружением сбила самолет. Первой ответственность за удачно проведенную операцию возмездия против россиян взяла на себя группировка Хаят-Тахрир-Аш-Шам, ХТШ, более известная под старым названием Джебхат-Ан-Нусра. Такие сведения огласило агентство Reuters, ссылаясь на видео с убитым пилотом, выложенные группировкой. Также заявление ХТШ передала организация Side Intelligence Group, занимающаяся анализом террористических атак. Казалось бы, сам этот факт полностью оправдывает боевые удары россиян Ведлибе, ведь они направлены против террористов. Но даже здесь не все так уж однозначно. Есть информация, что некоторые турецкие колонны, которые входили в Ведлиб в качестве наблюдателей в рамках российско-турецко-иранских соглашений о создании зон деэскалации, сопровождались боевиками ХТШ. Сами боевики говорили, что соблюдают с турками своего рода вооруженный нейтралитет. Они готовы потерпеть турецкое присутствие в Ведлибе, поскольку оно не угрожает непосредственно господству ХТШ на указанной территории. Однако в истории со сбитым Су-25 турецкий след оказался куда более осязаемым. Позднее выяснилось, что опубликованное ХТШ-видео принадлежит не им, а умеренной группировке Джейш-Ан-Наср. Подконтрольная Хаят Тахрир Ашам новостное агентство ИБАА просто выдала кадры с падающим самолетом за свои и снабдила соответствующими комментариями. Джейш-Ан-Наср входит в состав Сирийской свободной армии ССА, образовалась в 2015 году путем слияния нескольких группировок в одну. Она действует на северо-западе Сирии, в провинциях Хама и Идлиб, ранее в Алеппо и Латакии, и полностью координирует свои действия с турецкими военными. Также бойцы подразделений ССА получают снабжение вооружениями со стороны Турции. Что очень важно, в самой России Джейш-Ан-Наср вовсе не считают террористами, и ее представителей, как выдвиженцев существенной наземной силы в Сирии, приглашали для участия в Конгрессе национального диалога, который 29-30 января проходил в Сочи. Но, прибывая в аэропорт города и увидев там только флаги сирийского правительства, представители этой протурецкой группировки от участия в работе Конгресса отказались. Чей ПЗРК? Приходя к вопросу оружия, из которого сбили Су-25, необходимо подчеркнуть, что, по уже имеющейся информации, переносной зенитно-ракетный комплекс ПЗРК попал в руки протурецких боевиков в результате захвата этого типа вооружения у курдских формирований. Это подтверждается сообщениями о том, что вооруженная группировка Лива Самарканд, выступающая на стороне турецких войск, недавно захватила у YPG ПЗРК «Игла». Кроме того, в этом вопросе стоит процитировать независимого авиационного российского эксперта Вадима Лукашевича. Смотрим на фотографии и видим российский переносной зенитно-ракетный комплекс ПЗРК «Игла», поставленный Россией афринским курдом в 2016 году. Скажу сразу, подлинность фотографии не доказана, но в пользу российской иглы в сбитии штурмовика говорит тот факт, что она гораздо лучше американского стингера. Кроме того, эксперт отмечает, Су-25 был специально доработан с целью повышения его боевой живучести после появления стингеров у афганских моджахедов. И, внимание, штурмовик Су-25 выдерживает прямое попадание стингера в любой из двигателей, вплоть до разрыва боеголовки внутри двигателя. Двигатель при этом разрывает вплоть до оголения диска турбины, но пожара не возникает, и самолет, поврежденный, возвращается на свой аэродром на другом целом двигателе. Это доказано натурными испытаниями Су-25 на полигоне НИАС-МАП Фаустова еще в советское время. Именно за разработку нового комплекса боевой живучести Су-25, позволяющего выдерживать прямое попадание ПЗРК «Стингер», группа конструкторов ОКБ «Сухого» и ряда других организаций была удостоена Ленинской премии. Так что в данном случае игла весьма вероятна. И если это так, то на вопрос, кто вооружает террористов, ответ – Россия. Напомним, что в мае 2017 года в районе Бестлер-Деррелер на юго-западе провинции Шернак турецкие силы безопасности уже находили ПЗРК российского производства. Но есть и экзотические версии, которые вбрасывались русскими специально для отвлечения внимания. И гиловские, и американские, и украинские следы. Или, например, повстанцы научились ремонтировать испорченные аккумуляторы для ПЗРК, что были захвачены из сирийских правительственных баз. Проблема в том, что большая часть аккумуляторов этих ПЗРК из-за долгого хранения пришла в негодность. Если повстанцам удалось придумать технологию восстановления или замены этих аккумуляторов, это могло помочь реанимировать те многочисленные ПЗРК, которые сейчас есть у противников Асада. Почему повстанцам удалось достичь прорыва в этом деле только сейчас, остается тайной за семью печатями. В то же время депутат Госдумы РФ Виктор Водоладский утверждает, что в случае, если удастся найти элементы использованного комплекса, то по номерам и по происхождению в самое ближайшее время мы будем знать, откуда этот ПЗРК поступил, с какой, как говорится, фабрики и как он туда был доставлен. Так становится ясно, что россияне формируют дымовую завесу вокруг тем происхождения ПЗРК, стремясь отвести внимание от себя и перевести стрелки на кого угодно. Такие титанические старания предпринимаются ими совсем не зря, ведь они не хотят признать того простого факта, что их штурмовик был сбит протурецкими повстанцами российским же оружием, которое они перед этим поставили курдам для борьбы против турков. Турция опять заклятый враг? Основным следствием уничтожения российского штурмовика Су-25 в Идлибе будет углубление кризиса в крайне натянутых отношениях между Анкарой и Москвой. Если до конца января стороны надевали маски внешних командных игроков перед Конгрессом в Сочи, то после его полного фиаско им уже нет смысла скрывать ярко выраженную взаимную неприязнь. Ведь турки и россияне никогда не могут быть союзниками по причине взаимоисключающих интересов в Сирии и готовы в любой момент подставлять подножки друг другу. Видимо, после Су-25 ожидать каких-то новых Сочи верх наимности. Вместо миротворчества в Сирии Турция и Россия продолжают дележ сирийского пирога. Как пишут сами российские СМИ, в северо-западной Сирии одновременно проходят две военные операции. Сирийская армия при поддержке российской авиации добивает исламистов провинции Идлиб, а турецкая армия атакует курдский кантон Африн. Небольшой российский контингент, располагавшийся в Африне, как известно, был оттуда выведен. В каком-то смысле произошел размен. Турки смирятся со скорым поражением дружественных им исламистских группировок, а взамен им дают свести счеты с отрядами курдской рабочей партии, сделавшими своей базой Африн. Россияне прогнозировали, что в результате этой комбинации Москва надеялась увидеть опосредованное или прямое противостояние двух членов НАТО – Турции и США – из-за различия позиций по сирийской рожаве. Однако пока что они увидели кадры гибели русского пилота. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, безусловное альтер-эго Путина, считает, что турецкие власти причастны к уничтожению в Сирии российского штурмовика Су-25 и сделали это, чтобы выслужиться перед США. Победили в Сирии, снова сжигают наш самолет, убивают летчика. И все связано с Турцией. Летчика сбили, посла убили, снова летчика. Чего Америка? Американцы еще ни одного нашего самолета не сбили, ни одного летчика не расстреляли. Нам соседи еще мешают, заявил он. Жириновский отметил, что Россия не всегда может правильно выстроить отношения с соседними государствами. Везде подлость. Ласковый теленок трех маток сосет. Турецкий теленок сосет США, НАТО, Россию и Исламский мир. То же самое другие все телята, подытожил Жириновский. Но Жириновский это одно, а вот прямолинейность экспертов реально ошарашивает. Российский военный специалист Владимир Попов дал четко понять, что за атакой на Су-25 стоят турки. Он утверждает, что в российском экспертном сообществе сейчас активно обсуждается тема о том, кто поставил боевикам ПЗРК. Турция, США или эти средства ПВО были захвачены у сирийской армии и так далее. Однако совершенно ясно, что по российскому самолету преднамеренно стреляли протурецкие боевики. И за этими действиями стоят Эрдоган и его окружение. При этом Россия использует инцидент Су-25 лишь как повод для привычной им конфронтации с турками, ведь зачинщиком обострения является она сама. Поддержка сил Асада, чья армия ведет наступление в Идлибе в нарушение договоренностей по зонам деэскалации, вот главная причина нервозности Анкары. Для россиян договоренности в Астане не больше, чем клочок бумаги. Конечно, постоянные удары ВКС и ВВС в Сирии по всем безразбору наземным целям в Идлибе просто вызывают бешенство у турков, ведь именно их считают ответственными за воздушное пространство над провинцией. И правительство Эрдогана не хочет терять не только контроля над регионом, но и поддержки со стороны арабских вооруженных формирований в регионе. А Москва уже давно не делает различия между умеренной протурецкой оппозицией и боевиками-радикалами из ХТШ. К примеру, на днях ВКС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по району села Масиран в провинции Идлиб, где был сбит российский самолет-штурмовик Су-25. Как сообщает Минобороны России, в результате удара возмездия было ликвидировано более трех десятков террористов из рядов так называемой «умеренной оппозиции». Силы гражданской обороны, известные как «Белые каски», сообщили о том, что с субботы в результате авиаудара в Идлибе и его окрестностях погибли как минимум 33 человека. После многочисленных ударов, наносимых главным образом по жилым кварталам, в том числе с использованием бочковых бомб, пришлось закрыть по меньшей мере один госпиталь в Маарет-Аль-Нумане. Об этом уже сообщило сирийско-американское медицинское общество. По словам активистов, в городе Идлибе также рухнуло пятиэтажное здание. Нанесенные российской и сирийской авиацией удары стали одними из самых мощных за последние недели. Важно не забывать, что в провинции Идлиб размещены сотни тысяч сирийских беженцев, и они тоже оказались под российским ударом. Ситуацию ухудшает продолжение использования силами Асада химического оружия. В частности, вертолет сирийской армии сбросил бочку с хлором на город Саракеб, над которым сбили российский Су-25. Но кроме ослабления позиции Турции и Идлибе, Россия продолжает давить на Анкару, осуществляя поставки вооружений курдам. 4 февраля сирийские курды YPG-PID сообщают о подбитом турецком танке «Леопард» и гибели пяти военнослужащих, что потом подтверждается генштабом ВС Турции. Президент Эрдоган намеренно подчеркнул, что Анкара узнает, из какого оружия был подбит танк и примет меры. Есть определенные наработки и предположения, однако необходимо дождаться точных результатов. Вне зависимости от того, какая страна передала террористам это оружие, вывод говорит сам за себя. Государство, вооружающее террористов, действует с ними заодно, подчеркнул Эрдоган, пообещав, что информация о результатах расследования будет доведена до общественности. Издание «Хуриет» со ссылкой на собственные источники в воедом ведомстве в понедельник сообщило, что турецкий танк был подбит из противотанкового ракетного комплекса 9М113 «Конкурс» российского производства. Важно указать, что издание «Аль Маздар Ньюз» опубликовало видео, на котором курдская женщина-повстанец из IPG атакует турецкий танк из российского противотанкового ракетного комплекса, что не оставляет двусмысленности в вопросе происхождения оружия, используемого против курдов. Ранее, 1 февраля, такая же ракета была выпущена по провинции Хатай. Государственное информагентство «Анадолу» недавно сообщило о перехвате российского вооружения, гранатометы РПГ-7, переносные зенитные ракетные комплексы «Фагот» и «Конкурс», автоматы Калашникова, боеприпасы калибра 7,62 мм, направлявшегося во Фрин. В Кремле и дальше видят в Турции врага, которого нужно сдерживать, и применяют для этих целей как новые, так и старые, еще со времен советской поддержки рабочей партии Курдистана, инструменты. Например, в советские времена на базе разведывательных управлений округов, нацеленных на Турцию, ГРУ развернула масштабную программу подготовки спецов некадрового состава из числа граждан СССР, имеющих турецкие или курдские корни. Данная спецура затачивалась под биографии когда-то реально существовавших курдов, погибших или умерших при разных обстоятельствах, обкатывалась через части советского спецназа, а затем направлялась в лагеря подготовки курдских боевиков, как инструктора или уже в боевые ячейки РПК, как советники. Самое интересное, что после развала СССР российская ГРУ восстановила эту программу не только на курдском направлении, но и на арабском, что прекрасно можно было лицезреть в ИГИЛ. Анкара все видит. Анкара, хотя и продолжает вести с россиянами переговоры по газопроводам, все же не забывает время от времени ставить россиян на место. Избитый Су-25 – это только начало. Турки начали консолидировать силы различных группировок в Идлибе под управлением единого штаба для проведения контрнаступления. В единый кулак будут объединены силы Хаят Тахрир Ашам, Ахрар Ашам, Харакат Нураддин Аззинки, Файлак Ашам, Свободная армия Идлиба и другие группировки умеренной оппозиции. Этого очень опасаются в Москве и Дамаске. От полномасштабной войны Путина и Эрдогана в Сирии пока сдерживает лишь взаимная зависимость от реализации проекта «Турецкий поток». Именно по этой причине, скрипя зубы, они воздерживаются от радикальных действий. Как только к ним придет понимание, что европейцы не будут покупать газ, идущий по этой трубе, начнется полномасштабная российско-турецкая война. Если, конечно, к тому времени в России не вздрогнет под тяжестью международных санкций путинский режим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok